Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Преступление со многими неизвестными, в кого стреляли в Одессе и почему молчат правоохранители. Трудности переименования, кто угрожал подорвать декоммунизируемые станции Харьковской подземки. Евроценты счет любят, сможет ли правительство отчитаться за потраченную попередниками финпомощь. Запрещенцы, что заставило Минкульт задуматься о пересмотре черных списков. Золотой фантом, почему нас полиция закрыла дело о пропаже межигорских ценностей Януковича. Покушение по Одесске в ночь на понедельник неизвестные зарешетили автомобиль местного адвоката. Появились сообщения, что найдено тело владельца обстрелянного Лексуса, но, по последней информации, юрист Александр Погорелый, причастный к скандальной застройке пляжей в Одесской затоке, жив. Что же произошло в элитном районе, расскажут наши корреспонденты. Одесская полиция сообщила сухую информацию. Злоумышленников было двое. Они обстреляли Лексус из автомата, возможно, использовали глушитель. После этого скрылись на машине темно-серого цвета. Больше никаких комментариев. Сегодня стали известны подробности. Напали на адвоката Александра Погорелова. И он якобы погиб. Во всяком случае, жители улицы Красная Зори, это частный сектор, слышали звуки, похожие на выстрелы. Через полчаса, рассказывают свидетели, улица была полностью блокирована правоохранителями. Причем практически все в штатском. На убийство мало было похоже. Во всяком случае, скорая не приезжала. Ну, я подумал, это контрабанду. Не знаю, за что задержали. Лексус, а тут же жигуленок такой старенький задвиженный. И обыск у них был в машинах. Все вывернуто вплоть до коврика, коробки какие-то. Ну, все в штатском. Имя Александра Погорелова связывают с конфликтом вокруг застройки пляжей в Затоке. Его компания помогала эстонскому инвестору решать вопросы с оформлением земли. Судебные тяжбы продолжаются уже год. Начато несколько уголовных производств. Именно поэтому в компании не исключают. Нападение может быть связано с профессиональной деятельностью. Мне казалось, что эти люди все остались в 90-х. Оказалось, что ничего подобного. Они прекрасно дотянули до нулевых. И вот уже и в 2015, и в 2016 году они существуют. Они реальные. Они ведут себя и действуют теми же самыми методами, которыми действовали в 90-е годы. То есть это чистейшие бандиты, уголовники. Есть еще одна версия случившегося, пока неофициальная. Покушение на Погорелова якобы готовилось. Чтобы задержать заказчиков убийства и исполнителей, правоохранители инсценировали нападение. Эту версию косвенно подтверждают коллеги адвоката. Они уверены, Погорелый жив. Но вот где находится, сказать не могут. Мы уже знаем, что он жив. Мы не знаем пока, что не владеем абсолютно никакими деталями, никакой информации дополнительной, которая могла бы быть интересна. Но вот факт того, что он жив, это да. На все вопросы могут ответить представители генпрокуратуры. Но там пока никаких комментариев. По данным местных правоохранителей, именно они выясняют все обстоятельства нападения. Катерина Марченко, Мария Тарасова, Зураб Теделури. Подробности телеканал Интер Одесса. Нет, с Авковым инициативом, накануне своей поездки в Одессу, Владимир Гройсман узнал, что в городе в связи с его визитом намерены перекрывать дороги. Местная полиция якобы предупредила об этом одесситов и даже пригрозила эвакуацией. Об этом премьер написал на своей странице в Фейсбук. Гройсман призвал менять психологию и тут же пообещал автолюбителям, что если они почувствуют неудобства, кое-кто из руководителей одесской полиции попрощается со своими креслами. Не обошлось происшествия в Киеве. В обед в столичную полицию позвонила женщина и сообщила, что на одной из автозаправок города похитили человека. Мужчину якобы силой затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Машина предположительных похитителей объявлена в розыск. Полицейские проверяют информацию, но связаться с заявительницей для уточнения данных больше так и не удалось. Сейчас обстоятельства продолжают уточнять, но уже рассматривается версия о ложном вызове. Врачебная халатность или тяжелейшая патология, не оставляющая шансов на жизнь. Во Львове в больнице умер американский ресторатор. Его родные заявляют, что медики не сделали ничего, чтобы спасти мужчину. Так ли это? Подробности выясняла Галина Якушко. Она плачет на взрыв. Жена Майкла Бецца Ивана рассказывает, ее муж умер в больнице, не получив вовремя медицинскую помощь. Врачи спохватились, когда уже было поздно. Американскому ресторатору Майклу Беццу львовские врачи не смогли оказать квалифицированную помощь при обычной язве желудка, как говорит женщина. Сначала он попал в частную клинику с желудочным кровотечением. Его остановили и направили в стационар, в больницу скорой помощи. Это было под вечер. Пациенту измерили пульс, поставили капельницу и оставили до утра. С 9 до 6 все. Лекаря уже не работают у нас. Что мне сказать детям? Тата нет. С какой причиной? Потому что вы пошли с работы. Вы не делали то, что вы должны делать. Утром кровотечение возобновилось. Майкла перевели в реанимацию. Готовили к операции. Однако до нее пациент не дожил. Медики заявляют, делали все, что могли. Но помочь Майклу было невозможно. Потому что патология такая. Риская кровотеча. И такая, на жаль, патология. Есть заболевания, которые не поддаются. Там кто-то очень хорошо в интернете написал, что и в Париже не сделают сливца Рижа. Во Львове Майкл прожил 6 лет. Переехал сюда из Денвера. Как и в США, занимался ресторанным бизнесом. У него остались жена и двухлетний ребенок. Сегодня его ресторан закрыт. Сюда приходят знакомые Майкла. Несут ветки сирени. Любимые цветы американца. Родные ресторатора хоть и винят медиков в халатности, пока в полицию заявление не писали. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов. Трудности переименования в Харькове неизвестны. Мягко говоря, слишком эмоционально отреагировали на инициативу местных властей переименовать несколько станций метро. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что станции Площадь Конституции, Пролетарская, Маршала Жукова, Советская Армия, Площадь Восстания и метростроители имени Ващенко будут взорваны. Правоохранителям пришлось их перекрыть. Искали бомбу около 6 часов. Все это время поезда проходили мимо станции, без остановок, из-за чего фактически парализовано было и движение наземного транспорта. Сейчас телефонного террориста разыскивают. В ходе огляда, место подии, который длится почти 6 часов, было эвакуировано 8600 граждан. Всего оглянуто 26500 квадратных метров. Никаких вибуховых пристроев выявлено не было. Евроценты счет любят. В Украину едут ревизоры Европейского парламента. Сотрудники комитета по бюджетному контролю посетят Львовскую область и Киев. В программе визита встреча с представителями украинских властей и мониторинг реализации проектов, которые финансирует Европейский союз. По официальным данным, после Майдана ЕС предоставил Украине почти 5 миллиардов евро финансовой помощи в поддержку процесса стабилизации и реформ. Это более 140 миллиардов гривен. Если сравнивать с бюджетом Украины, это почти четвертая часть запланированных на нынешний год доходов нашей страны. О том, какими могут быть результаты этого мониторинга, мы спросили у политологов. Если будут найдены нарушения, то скорее не связаны с отсутствием опыта правильного, документированного, четкого использования такого рода финансовых ресурсов, инструментов. А вот эта привычка работать вручную, она может подвести украинские власти. Если будут найдены такого рода нарушения, тогда, конечно же, генеральная прокуратура и новый генеральный прокурор, работу которого теперь ждут, для того, чтобы оценивать, насколько было правильно это избрание вот такого рода путем, они должны разобраться с этим делом. Это дело чести нового генерального прокурора ответить на все озабоченности и на все вопросы, связанные с расходованием финансовых средств, предоставленных Европой. Теперь, когда романтические такие отношения ушли в фон, на задний план, когда романтика отношений Украины и Европы сейчас уходит на второй план и начинают доминировать жесткие прагматические отношения, нужно будет, конечно же, сейчас отвечать по всем векселям, по всем авансам, которые были нам наданы, которые мы взяли в наших европейских партнеров. Причина, почему едут. Ну, собственно, если отталкиваться от фактов, а нет, скажем так, предположений, то заметно резкое вмещение в сторону негатива информационного баланса темы Украины в европейских СМИ. Количество негативных материалов идет по нарастающей. Это означает то, что, скажем, подозрение о том, что финансовая помощь, западные кредиты используются далеко не всегда по назначению. Коррупция никуда не исчезла. В высших ашмотах украинской власти эти предположения, очевидно, находят какие-то подтверждения. Собственно говоря, это одна из целей, которую, скажем так, обозначил как приоритет Юрия Муценко в качестве генерального прокурора. Но прежде всего для общества важно, чтобы генеральный прокурор сумел протянуть карающую руку закона не только к мерзавцам, представлявшим предыдущую власть, но и мерзавцам из власти нынешней. Загалом, несколько десятков программ есть финансовые в Украине. И загальная сумма допомоги, которая была надана за годы после Евромайдана, складывает больше 4 миллиардов гривен. Комиссия раньше должна понять, и оценить, и донести до Европейского парламента, или понимает новый уряд те вызовы, которые стоят сегодня перед ним, или остается под межей предыдущего уряда, а те коррупционные проявления, те коррупционные скандалы, и величезные зложивания, которые, естественно, были донесены, в том числе и до представителей Европейского парламента. Ключевое задание комиссии – это найти способ донести в очередной, возможно, последний раз до украинских урядовцев, до украинских парламентарев, то, что Европейский парламент, европейские структуры, больше не желают финансировать коррупцию в Украине. Что это должно быть последнее предупреждение, что Украина должна провести в последний раз реформу. О деньгах забеспокоились и в парламенте после кадровых назначений. На этой неделе депутаты обещают вывезти на чистую воду офшоры и, наконец, принять более 10 законов, которые требует Международный валютный фонд. Но сначала хотят создать временные следственные комиссии. Что будут расследовать, расскажет Ольга Рыцарь. То, что не смогли сделать на прошлой неделе, депутаты решили подтянуть на это. Завтра первым делом планируют проголосовать за создание временной следственной комиссии по офшорам некоторых чиновников и расследованию политической коррупции, в том числе и прежнего правительства. Мы готовы поддерживать тех органов, которые могут с этим бороться. Подавайте публично свои звонки туда. Будут голосовать или нет за создание следственной комиссии в Народном фронте решат сегодня на заседании. Пока готовы только делегировать своих представителей в рабочую группу по борьбе с офшорами. Ее уже создали нардепы от БПП во главе с Ниной Южаниной. Президентская институция, яка была бы добрая или плохая, не может создать рабочие группы в парламенте и призначать горьких комитетов парламенту на те рабочие группы. Мы предоставляем, чтобы на этом сессийном тижне передать законы про дефшаризацию на финансовый комитет. Мы предлагаем законы про дефшаризацию рассмотреть одновременно с новым податковым кодексом, который разработал парламент, который, на жаль, был практически откинутым, когда принимался бюджет прошлого года. Из-за кадровых вопросов о налоговом кодексе и бюджете депутаты и вовсе забыли. В оппозиции требуют уже на этой неделе рассмотреть их законопроект об изменении в бюджет. Он предусматривает дополнительные доходы, повышение соцстандартов и спецрежим для фермеров. А теперь еще и в заоблачных тарифах решили разобраться. Настав час, как нужно створить темчасовую следовую комиссию. И мы будем это инициировать для того, чтобы разобрать, кто принял антинародное решение по сближению тарифов для газа для населения в 10 раз от собевартости, что стало нещодавно. И параллельно с сыном заработная плата кодекса нафтогазовой галузи таким же чином в 10 раз взросла за этот же период. Еще создание следственной комиссии требуют для резонансных дел, расследование которых в последнее время приостановилось. Это и убийство Олеся Бузины и теракт прошлой осенью возле Верховной Рады, когда погибли 14 гвардейца. Но спикер Верховной Рады уже расставил приоритеты. На этой неделе, по его словам, самые важные законы для МВФ. Это, как я говорил, 13 законопроектов, которые выяснены как невыскладные. Они касаются разных сфер для оподаткования пенсии и сближения социальных стандартов. Это вопросы и по энергетике. Также нардепы ждут от президента представления новых членов Центра избиркома и закона о выборах на неконтролируемых территориях Донбасса. Этот документ сегодня разрабатывают в администрации президента, сообщил глава фракции оппозиционный блок. По его словам, в законе должны быть учтены 4 позиции. Выборы в соответствии с украинским законодательством, доступ для всех украинских СМИ, формирование избирательных комиссий и надзор международных наблюдателей. Ольга Рысар, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Несколько часов сегодня заседала фракция блока Петра Порошенко. Там выбирали нового главу фракции. На эту встречу приехал и президент, и премьер, и генеральный прокурор. Завершилось заседание буквально несколько минут назад. С нами на прямой связи мой коллега Ярослав Кречко. Ярослав, расскажи, есть ли у фракции БПП новый глава? Если да, то назови его имя. Наталья, перед началом заседания фракции в куларах парламента называли три вероятных кандидатуры на пост главы от Анатолия Матвієнка Игорь Гринев и восстановленный в должности первого заместителя председателя фракции БПП Игорь Каноненко. Впрочем, приходя сюда, в Верховную Раду, перед началом заседания депутаты называли наиболее вероятным Игоря Гринева предложил бывший глава фракции, а ныне генпрокурор Юрий Луценко. Специально для этого он приехал сюда в Верховную Раду и вот, что сказал новоизбранный глава фракции после заседания. Уже после избрания Игоря Гринева, нового главы фракции БПП в парламент приехал премьер-министр Украины, обсуждали с депутатами планы на эту пленарную неделю. Также прибыл и президент Украины. Он благодарил фракции за то, что проголосовали за Юрия Луценко. Был также глава уряда, который рассказал о законе МВФ. Как раз пакет законопроектов, которые необходимо принять для восстановления сотрудничества с МВФ, будет ключевым для депутатов на этой неделе, заявил новоизбранный глава фракции БПП Игорь Грынев. Также он сказал, что ожидает до конца недели внесения кандидатур для формирования нового центра избиркома. Студия. Спасибо, Ярослав. Ярослав Кречко о том, что новым главой президентской фракции стал Игорь Грынев. Юрий Луценко унаследовал насквозь коррумпированное ведомство. Об этом заявил сегодня посол США в Украине Джеффри Паэт. По его словам, украинская прокуратура нуждается в глубоких и структурных реформах. Само назначение на должность генпрокурора Юрия Луценко американский дипломат оценил позитивно, но отметил, что работа у него непочатый край. По мнению Паэта, украинцы вовсе не устали от реформ. Напротив, они хотят, чтобы их проводили скорее. Ну, а днем президент, премьер и министр иностранных дел встречались с послами стран Большой Семерки. Петр Порошенко призвал мировых лидеров продлить санкции против России. Это, по мнению главы государства, эффективный инструмент, который заставит федерацию выполнять минские договоренности. Порошенко также попросил дипломатов усилить давление на Россию с целью немедленного освобождения украинской летчицы Надежды Савченко. Единственный эффективный инструмент это санкции. Я рассчитываю на вашу поддержку. Для нас самое важное это европейская солидарность и единство. Тогда в ситуации, если кто-либо представит доказательство, что Россия выполняет какие-то договоренности, это будет невозможно. Я также надеюсь на форуме Большой Семерки в Японии 26-27 мая тема Украины будет в повестке дня. Премьер-министр на этой встрече подчеркнул, что для нынешнего правительства проведение реформ это задача номер один. Владимир Гройсман рассказал о первых шагах своего кабина. Среди первоочередных задач это реформа госслужбы как системы управления и децентрализация власти. Также судебная реформа и работа над публичной открытой приватизацией. По словам Гройсмана, новые министры быстро вошли в курс дела и практически разработали план работы на нынешний год. Незменным приоритетом для уряда есть ориентир на внутренние реформы, на взаимодействие с международным валютным фондом, на выполнение задачей, которые предбачены угодами про асоциацию. Мы имеем очень много сегодня выкладов абсолютно в всех сферах, где коррупцией вражено и государственное управление, и в том числе много своих жизней, которые стримают, уповильняют экономические возрастания. Есть ли шансы на то, что Большая Семерка снова станет Большой Восьмеркой? К восстановлению диалога с Россией призвал Запад глава немецкого МИДа Франк Вальтер Штайнмайер. В интервью изданию Tagest Spiegel дипломат отметил, что Евросоюзу все сложнее сохранять единство в вопросе санкций против Москвы. Штайнмайер предложил вернуть Россию Большую Восьмерку, но только в том случае, если Кремль в полном объеме будет выполнять условия минских соглашений. По словам немецкого политика, Россия нужна ЕС для решения конфликтов в Сирии и Ливии. Культурная эволюция в украинском Минкульте все же планирует пересмотреть черные списки. Я напомню, это перечень имен людей, представляющих угрозу национальной безопасности. Кто войдет в рабочую группу экспертов и по каким критериям будут определять, кого пускать на украинские экраны, а кого нет, узнавала Ольга Теребинская. 83 запрещенные фамилии, а вместе с ними и сотни фильмов. За появление на экранах людей из черного списка Минкульта телеканалам грозит судебное разбирательство. Но вот за какие грехи в этот перечень попадали те или иные деятели культуры, ведомство не объясняло. А на прошлой неделе на встрече членов надсовета по вопросам кино и телевидения и главы Минкульта Евгения Нещука решили список необходимо пересмотреть и запланировали создать при министерстве рабочую группу и комиссию экспертов. Эта комиссия должна формироваться не Держкино, а именно Минкультом, как органы, которые формуют государственную политику. И должны быть прозори, понимали правила формирования этой комиссии. Певная количество людей от индустрии, певная количество людей от общественного общества, певная количество людей от государства, от чиновников, скажем так. Предварительно обсудили и основные критерии, по которым будут решать выносители определенную личность в список. Для того, чтобы человек, фильм за участием этого человека не был в прокате или не был показан на телевидении, должен быть предназначен или порушена правильная справа за распаливание вражесей, или хотя бы вручена подозра про действование этого или аналогичного злочина. Или должно быть заключение какой-то экспертной комиссии, экспертной рады. Сократится ли этот перечень, что будет с известными фильмами с участием запретных персон, и когда вообще появится рабочая группа, которая все это станет решать? Узнать в Минкульте подробности не удалось, нищик в командировке. А в НАЦРАДе заверили, что их встреча с министром и главой СБУ состоится в ближайшее время. Тогда и обсудят весь алгоритм действий и будущее списка. Ольга Теребинская, Олег Неведомский, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Украинские саперы получили новую технику для разминирования зоны АТО. Представители Европейского Союза передали спасателям 4 внедорожника и около 300 инструментов для работы. Куда отправят эту технику и когда начнутся работы расскажет Лидия Калинина. Саперы показывают, как работают металлоискатели. Эти, говорят, улавливают малейшие сигналы и могут находить даже противопехотные мины, в которых зачастую мало металла. До начала боевых действий на Донбассе им вполне хватало техники. Теперь приходится искать современные снаряды и это сложнее. Они глубже погружаются в землю. В большинстве это боеприпасы мы знаем после обстрелев градами, ураганами, смерчами. Новые металлоискатели, бронежилеты, кевларовые каски, портативные радиостанции и системы навигации передали саперам представители Евросоюза и датской группы по разминированию. Говорят, собирали технику по всему миру. Металлодетекторы из Австралии, Германии и США, наборы для разминирования из Зимбабве. Специалисты говорят, чтобы разминировать Донбасс могут понадобиться десятки лет. После проведения работ с разминированием снова подвергались обстрелам. Поэтому на этих территориях мы должны еще раз, еще раз, еще раз выполнить задачи. Представители Евросоюза пообещают помогать Украине и в дальнейшем проводить тренинги для саперов, работать с местным населением, рассказывать, как вести себя в местах, где могут быть мины. 22 сапера и 6 фельдшеров будут учиться работать на новой технике до конца мая. И уже в начале лета эти 4 экипажа отправятся в зону АТО. Базироваться будут в Славянске и Северодонецке, но работать по всей линии разграничения. Лидия Калинина, Александр Яновский, подробности телеканал Интер, Харьковская область. Из запрещенных крупнокалиберных минометов боевики обстреляли Маринку и Красногоровку. Это произошло сегодня ночью. А в течение дня противник ввел огонь из стрелкового оружия. Все подробности расскажет наш военный корреспондент Вениамин Трубачев. Это слышно, как стреляют из пулемета. После праздничного затишья рядовым позициям украинской армии. У них выходные были тоже. Отдыхали люди. Руки трусятся. И пристреливались, наверное. Этот террикон уже контролируют боевики. Там находятся их позиции и хорошо оборудованные огневые точки, что позволяет стрелять прямой наводкой. Поэтому здесь выглядывать из укрытия смертельно опасно. Может быть, аврал. Снайпер работает. В Марьинке и Красногоровке боевики начали активно применять и тяжелое вооружение. Отсюда до оппозиции боевиков чуть больше километра. Поэтому часто завязываются бои с применением стрелкового оружия, автоматов и пулеметов. Но накануне противник открыл огонь из крупнокалиберных минометов. Несколько мин попали в жилой сектор, но основной удар противник наносит по этому опорному пункту. Знову запрацювали минометы 120-80, гранатометы типа СПГ и много крупнокалиберных пулеметов. Обстрел был настолько плотный, что военным пришлось открывать ответный огонь. Мне координаты только дают, я отстреливаюсь. Просто пытаемся прогасить огонь и все. В основном боевые действия проходят ночью. Бойцы говорят, что в темноте довольно сложно ориентироваться. Не видно, плюс зарост немножко зарастало. Тепловизор не видно, ничего. Так, а как вы ориентуете, куда стрелять? Поспал? Поспал, а по вспышках. В промежутке между боевыми действиями военные чистят оружие. Здесь оно должно быть на поготове. В любой момент может снова прозвучать команда к бою. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер Донецкая область. Отправить на обследование в психиатрическую больницу или оставить в Лукьяновском СИЗО? Дело главы гражданского корпуса Азов Крым Станислава Краснова сегодня рассматривал Шевченковский райсуд столицы. Его, напомню, подозревают в шпионаже, подготовке терактов и незаконном хранении оружия. Как он шел на дело? В здравом уме или в состоянии аффекта? И что решил суд? Все подробности расскажет Елена Митясова. 28 дней голодовки под вопросом психическое здоровье. СБУ просит судей дать добро на обследование главы гражданского корпуса Азов Крым Станислава Краснова психиатрической клиники. Основание для опасений заключения психиатров из Глевахи. Они обследовали Краснова, когда тот голодал. Теперь понадобилась более детальная диагностика. Они вынесли якобы постановление о назначении судебной психиатрии. Его не уведомили, нас не уведомили. Свозили его в Глеваху. Там медики написали по 509, что у него затмарение. Ну видно по человеку, что какого-то специального лечения психологического, психиатрического, ну видно уже любым глазом, даже моим слабым зрением, видно, что он этого не требует. Сам Краснов на депрессию и суицидальные расстройства не жалуется. Говорит, он не сумасшедший. Это политические репрессии, потому что я в свой час очень сильно заважал СБУ с приводом потока контрабанды. После полуторачасового совещания суд отклонил ходатайство СБУ. На принудительное обследование в психушку Краснов не едет. Будет ли сторона обвинения подавать апелляцию, неизвестно. Прокуроры отказались от комментариев. А вот адвокаты подозреваемого уверены, сидеть их под защитным в СИЗО остались считанные дни. 26 июня истекают сроки досудебного расследования и удержания Краснова под стражей. Напомню, главу гражданского корпуса Азов Крым обвиняют сразу по трём статьям. Госизмена, подготовка терактов и незаконное хранение оружия. Спецслужбы взяли его с поличным под Киевом, когда он закладывал тайник со взрывчаткой. Также установлено, что Краснов передал российским агентам списки военных. Контакты с иностранными спецслужбами он подтвердил и сам, но уверил, что действовал в интересах Украины. Елена Митясова, Никита Исайко, подробности телеканал Интер. Золотой батон Януковича больше не ищут. Полиция Киевской области ещё в декабре прошлого года закрыла уголовное производство о пропаже ценностей из резиденции Межигорье. Но известно об этом стало только сейчас. Основание сообщили в пресс-службе это отсутствие заявления о преступлении от потерпевшей стороны. Здесь также сомневаются в самом существовании золотого батона. Напомню, уголовное производство по факту его исчезновения ГПУ открыло в прошлом году. Позднее передала это дело для расследования в полицию Киевской области. Теперь оно закрыто и вот, что нам рассказали в полиции. В результате расследования мы установили, что самого такого золотого батона не было. Можливо, что-то показывали, но это был не золотой батон. Можливо, мог быть позолоченный. То есть на подставе того, что, а, не было достаточно доказаний, что там батон золотый иснувал, а по-друге, еще у нас нема заявника, что мы закрыли это криминальное проведение. Ну а пока золотой батон превращается в золотой фантом, в нацполиции решили модернизировать систему изоляторов временного содержания. Количество так называемых обезьянников сократят, а оставшиеся отремонтируют и введут там электронную систему учета. При этом контролировать их деятельность во всей Украине будут 28 специальных уполномоченных по правам человека. Сейчас эти люди проходят обучение и экзаменацию. В числе кандидатов как полицейские, так и представители общественности. В обновленном виде система должна заработать уже к середине лета. Эти люди больше будут представителем управления центрального аппарата. Это электронная база, которую тоже будет видеть Министерство юстиции для того, чтобы понимать, когда человека привезли, когда они зашли, в котором часу, какие следственные действия проводились. А вот штат Министерства внутренних дел тем временем лишился одного из ведущих реформаторов. В отставку по собственному желанию ушла Экос Гуладзе. Кабмин уже подписал соответствующее распоряжение. Впрочем, не исключено, что с Гуладзе все-таки продолжит работу в правоохранительной системе, как глава специальной группы советников при МВД. Вы смотрите подробности, вот что у нас во второй части. Охота на апостола из библиотеки Вернацкого вынесли подлинник Ивана Федорова. Мертвые души в украинских вузах. Чего требуют педагоги под стенами Минобразования? Учение тьма. Несколько десятков сотрудников сферы образования пикетировали сегодня профильное министерство. Педагоги вышли с требованием защитить их трудовые права и призвать к ответу нечистых на руку руководителей украинских вузов. Они жалуются на незаконные увольнения неугодных. После того, как я оприлюднила на своей странице Фейсбук информацию про мертвых душ, которые есть, и про криминальную справу, про мертвые души, про студенты заочной формы, которая была за кордоном в даче успешной низкой экзаменационной сессии, против меня начался административный тиск. Мне предоставили зарплату не доплачивали и другие. Я выступила первым против коррупционных махинаций ректора и администрации вуза, который учил в университете мертвых душ. Сразу же после проведения мною мирной акции протеста ректор освободил меня с работы. Я хочу, чтобы ректор, министр освяти вышел и сказал, за что меня освободили. Чиновники обращения митингующих приняли и обещали разобраться уже до конца недели. Чрезвычайное происшествие в израильском аэропорту во время высадки пассажиров получил повреждение Boeing 737 авиакомпании Международной линии Украины. Все подробности этого инцидента знает наш Сапкор в Израиле Сергей Ауслендер. Авария произошла вчера поздно вечером, когда рейс 777 авиакомпании МАУ прибыл из Киева в Израиль. В тот момент, когда люди покидали самолет, никто из пассажиров, членов экипажа или сотрудников терминала не пострадал. Ущерб был причинен самолету, повреждена передняя пассажирская дверь и телескопическому переходу, через который пассажиры и попадают в здание Бен-Гуриона. Техникам пришлось приложить немало усилий, чтобы отцепить самолет от трапа и вернуть его в исходное положение. Кто-то в Украине нарушил процедуру загрузки самолета. Очевидно, что ответственность за инцидент отнесут авиалинии, а не аэропорт. Такая ошибка может быть очень опасна, особенно во время взлета. Возможно, в самолете было что-то очень тяжелое. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неправильного размещения багажа или неправильного порядка выгрузки. В первом случае виноваты грузовые службы украинского аэропорта, во втором случае израильского. Либо это была какая-то несогласованность действий между грузчиками и самой авиакомпанией, то есть просто не предупредили, что есть какой-то некий достаточно тяжелый груз, который надо в определенном порядке вынимать, чтобы самолет не перекосило, что называется. Либо там была какая-то некая техническая неисправность. Обратный рейс Киев из-за происшествия и повреждения самолета был отложен. На данный момент рейс номер 780 и о компании Международной авиалинии Украины уже приземлился в Борисполе. Министерство транспорта Израиля проводит расследование случившегося. Сергей Услендер, подробности телеканал Интер Израиль. Новые показания в деле Геннадия Кернеса в Киевском райсуде Полтавы допросили очередного свидетеля Андрея Васильева. Он был в машине с Антоном Геращенко и Александром Кутяниным у гостиницы Националь 25 января 2014 года. Я напомню тогда они сняли видео на видеомашины с российскими номерами у входа за ними погнались телохранители Кернеса Кутянина схватили первым после выманили Сергея Риполова привезли их в гостиницу и избили а сам мэр якобы разбил одному из потерпевших нос Кернес все традиционно отрицал и заявил что Васильев это давний друг Геращенко и подчиненный Авакова и его подговорили оболгать мэра. Не прекращаются бои под горловкой крупнокалиберные пулеметы гранатометы запрещенные минометы обстрелами из этих видов оружия украинских военных уже не удивить но боевики пошли дальше и вывели танк который прямой наводкой бил по нашим позициям все подробности расскажет Руслан Смещук Окрестности поселка Зайцево под горловкой Последнюю неделю на Донбассе идут проливные дожди и вот добраться до нулевых позиций можно только так на броне любой другой транспорт грязнет в грязи до позиций противника рукой подать периодически доходит до стрелкового боя ну метров сколько 400-500 400 метров используют боевики и оружие запрещенных калибров под прикрытием непогоды гроза заглушает выстрелы противника обстреливают позиции военных из тяжелого вооружения так вчера здесь работал вражеский танк чего уже очень давно не было наглым образом часов где-то в 7 может в 8 вечера справа от карьера сейчас мы будем на наших позициях мы покажем выкатился танчик сделал 5-6 выстрелов в сторону наших соседей ну это примерно минута может полторы и все и и ушел назад но есть у военных и свое секретное оружие пес Серко четырехлапый спецназовец и настоящий ветеран обстрелы чует заранее и тут же всех предупреждает я не чувствую еще не постел или еще не грим он сразу потому что я защитный блендаш пару накат он туда значит нужно ждать сюрприз ну а пока тишина на позиции подвозят все необходимое Руслан Смещук Сергей Дубинин и Анатолий Воробей подробности телеканал Интер победе Джамалы на Евровидении рады не все украинцы например не по вкусу а на некоторым свободовцам накануне Днепропетровский как он сам себя называет революционер из этой политсилы Игорь Токовенко на своей странице в фейсбук разразился гневной тирадой в частности он написал цитирую Евровидение окончательно превратилось в мультикультурный фарс коренная украинка Джамала в кавычках победила пультем фальсификации чтобы продемонстрировать что Украина не для украинцев а ЕС с нами конец цитаты по мнению Токовенко победа Джамалы стала возможной за согласие Украины провести выборы в оккупированном Донбассе сегодня правда этот пост со страницы свободовца исчез но был растиражирован его однопартийцами например радиозной Ириной Фарион правда ненадолго уже к обеду мнение Токовенко и с ее страницы пропало зато осталось ее собственное Фарион пишет цитирую когда наблюдаю за истеричной попсой от Евровидения вспоминаю Липинского действительно ли вечно будет тяготеть над Украиной это проклятие демократического уравнивания нации по самым низким типам и людей и идей связаться с Токовенко и услышать почему он удалил свой гневный пост нам не удалось а вот Ирина Фарион свой месседж прокомментировала украинская песня это моя позиция украинская песня звучит на европейской украинскую мову ну то и что прокомментировала что я не могу прокомментировать что я могу делать это так как делать большие я делаю так как я считаю у руководства же свободы другое мнение о победе Джамалы возможно реакция СМИ на пост Днепропетровского свободовца Игоря Токовенко сыграла свою роль а может быть там действительно посчитали его высказывание слишком уж радикальным для имиджа партии поэтому и попросили удалить Это очень приятная известка очкованная известка болевали переживали Украина поевер песни уже мало мы ее не принимаем чисто как песня которая наша интеллигенция про депортацию украинского татарского народа мы говорим так же и про то что украинцы поддавалися очень жестким так же комунистическим репрессиям и для нас для украинцев это и наш объединенный охота на апостола из столичной библиотеки имени Вернацкого пропал экземпляр первой в Украине печатной книги апостол Ивана Федорова издана она была еще в 16 веке и хранилась в отделе старопечатных и редких изданий в столичной полиции уже открыли уголовное производство они проводят оценку стоимости украденного издания и устанавливают причастных к этому преступлению сегодня в Украине насчитывается более 90 экземпляров этого раритета я напомню что два года назад после побега Януковича из страны в его резиденции в Межигорье нашли целый склад ценных книг и среди них апостол 1574 года издания тогда эксперты оценили книгу в 100 тысяч долларов изъявляет представил представься контролирующего органа надав копии документов для проведения сборов книг которые у них есть Соответственно, потом за списком надавал названия, которые бы он хотел поделиться, при этом попросил отдельное место, где бы он мог спокойно работать. После того, как он пошел, больше он не вернулся. В конце дня, когда работники поняли, что он уже не вернется, они провели сверку тех виданий, которые надавали ему для того, чтобы он ознакомился. И, соответственно, выявили возникновение редкости книги. Настоящий торнадо под Кировоградом наблюдали жители поселка Новый. Это очень редкое для Украины явление. Смерч образовался после дождя. Вот эти кадры, снятые на мобильные телефоны местными жителями. Торнадо также можно было увидеть и с верхних этажей высоток в Кировограде. К счастью, никаких разрушений он не принес. Мигрантский кризис разрушил политику безопасности Европы. Сколько террористов ИГИЛ попало на материк вместе с обездоленными беженцами? И как их вычисляют, знает Светлана Чернецкая. Сейчас известно как минимум о четверых боевиках ИГИЛ, приехавших в Европу под видом беженцев. Двоим из них удалось выполнить свою миссию. Они участвовали в прошлогодних терактах в Париже. Еще двое алжирицы и пакистанец сейчас в австрийской тюрьме. Мужчины признали, что были подготовлены убивать неверных. Все четверо боевиков вместе прибыли в Грецию и с Турцией на судне вместе с двумя сотнями беженцев. У каждого были поддельные документы и пограничники на острове Лерос фальшивки не распознали. Всех зарегистрировали. Но на дополнительную проверку двоих из четверки все же оставили. Один не мог описать свой якобы родной город Алеппо, а второй почти не говорил по-арабски. За подделку документов их задержали и обязали покинуть Грецию в течение 30 дней. Злоумышленники же просто изменили маршрут и поехали в Европу через Македонию. За это время двое их друзей успели устроить во Франции один из самых страшных терактов в истории страны, унесший жизни 130 человек. И тут оперативно сработали немецкие спецслужбы. Когда выяснилось, что среди подорвавших себя исполнителей мнимые мигранты, они проверили каждого прибывшего в Грецию в тот день. Алжирцы и пакистанцы обнаружили на границе с Австрией. Сейчас их обвиняют в терроризме. Европейские правоохранители уверены, в ЕС находится много тех, кто проходил обучение в тренировочных лагерях террористов в Сирии. За этими людьми идет настоящая охота. Вот только джихадисты пока притаились. И очень вероятно, что о новых заслонцах ИГИЛ Европа узнает после очередного теракта. Светлана Чернецкая, Василий Тружковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Кёльнский синдром или совпадение. В Берлине задержаны подозреваемые в сексуальных домогательствах к женщинам. Представали во время традиционного карнавала культур. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Она в Германии. Карнавал культур – красочное мероприятие, которое в Берлине проводят уже лет 20. Его главная цель – показать колориты, традиции стран, представители которых проживают в немецкой столице. Обычно карнавал попадает в рубрику культурных новостей, но в этом году о нем упомянули и в полицейских сводках. Причина – сексуальное домогательство к девушкам. Полиция Берлина сообщает, во время празднований группа молодых людей окружила танцующих участниц карнавала. Парни создали кольцо, приставали к девушкам и украли мобильный телефон. По счастливой случайности один из прохожих заснял все происходящее и вызвал полицию. Хулиганов сразу же задержали, их личности установлены. По данным полиции, большинство из задержанных – уроженцы Турции и ранее имели проблемы с законом. Стражи правопорядка уже обратились к жителям Берлина с просьбой не раздумывать и обратиться в полицию, если вдруг они тоже подвергались насилию во время карнавала или же стали свидетелями подобных случаев. В целом же парад культур прошел спокойно и без эксцессов. Были и костюмированные шествия, и танцы, и кухня под открытым небом, где угощали национальными блюдами. Разве что погода подвела в Германии, резко похолодала, и то и дело шел дождь. Возможно, на происшествия во время берлинского карнавала культур никто бы и внимания не обратил, если бы не события новогодней ночи в Кёльне. Там во время беспорядков домогательством подверглись сотни женщин, и потом кёльнскую полицию обвиняли в том, что она плохо сработала, да и вообще несколько дней молчала о происшедшем. В берлинской полиции, видимо, решили, что лучше подуть на холодную воду. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Зачем в Гонконге заливают клеем городскую брусчатку, и чем американским телезрителям не угодила ведущая прогноза погоды? Об этом и не только в нашем обзоре. Автомобильный мост подорвали недалеко от английского города Портсмут. Зрелищный процесс демонтажа сняли на видео. Чтобы уничтожить сооружение, понадобилось 50 килограммов взрывчатки. 80-метровый Мерафилд-бридж устарел и стал опасным для автомобилистов. Через две недели недалеко от Портсмута откроют другой мост. Власти потратили на новый проект более 6 миллионов фунтов. Власти Гонконга приказали залить всю городскую брусчатку клеем. Так готовится к визиту председателя Всекитайского собрания народных представителей Джан Дэцзяна. Это третий по влиятельности человек в Китае. В мэрии Гонконга опасаются, что активисты забросают Дэцзяна брусчаткой. Ожидаются масштабные акции протеста с новыми требованиями расширить автономию Гонконга. Полиция отменила футбольный матч Премьер-лиги Манчестер Юнайтед Борнмут из-за муляжа бомбы. Оказалось, инвентарь случайно забыли на трибуне стадиона сотрудники частной охранной компании. Накануне они проводили учения на Олд Траффорд. В итоге игру отменили. Арену тщательно осмотрели саперы и кинологи. Они и наткнулись на муляж. Боссы Манчестер Юнайтед пообещали вернуть болельщикам деньги за билеты. А это 3 миллиона фунтов. 8 тонн кокаина конфисковали колумбийские полицейские. Это крупнейшая партия наркотиков, которые перехватили славяки за последние 10 лет. Кокаин нашли во время обысков на ферме в городе Турбо на севере страны. Товар хранили в обычных мешках. Следователи подозревают, наркотик принадлежал местной банде Усуга, которая готовила порошок для продажи за границу. Сейчас разыскивают собственников груза. Около 30 дельфинов Гринд погибли у берегов Мексики. Большая группа животных выбросилась на мелководье. За защитниками военным удалось спасти только двух дельфинов. Всему виной стремительный отлив. Восьмиметровых особей просто не успевали перетаскивать на глубоководье. У дельфинов Гринд развита социальная сплоченность. Они до последнего не покидают соплеменников, которым грозит смертельная опасность. Ведущую погоду либертычан попросили одеться поприличнее. Пока девушка в платье рассказывала о циклонах, на имейл американского телеканала пришла уйма писем. Люди жаловались. Уж очень откровенный наряд у ведущей для утреннего прогноза. Буквально несколько минут назад завершилась встреча президента Порошенко и победительницы Евровидения Джамалы. Глава государства присвоил певице звание народной артистки Украины. Порошенко также сообщил о том, что поручил МИДу поднять вопрос перед ЮНИЦЕФ и ООН, предоставить Джамале статус посла доброй воли. Ты внесла, сделала величезный внесок в то, чтобы сейчас вопрос Крыму было снова на первых шпальтах, чтобы мы значительно полегшили работу наших дипломатов, чтобы мы подняли усилия всех наших партнеров и уверены, что все у нас получится. И такая реакция света только додает нам этой уверенности. Мне очень приятно. Я делала это не для наград, не премий, не для каких-то там. Я действительно делала это очень щиро для народа, потому что мы заслуговываем, мы заслуговываем, мы страждали. Мне так хотелось принести какую-то радость украинским людям. Самое главное, чтобы в каждой справе, которую мы сейчас делаем, чтобы в ней была правда, щирость. Наш сайт подробности.ua и информация там обновляется постоянно. Желаю вам хороших новостей и прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова